Друзья мои, привет! У нас сегодня третья часть, третья серия полива. Мы с вами два уровня пролили на этом стеллаже. Лимош, поздоровайся с аудиторией нашей лояльной, нашей веселой, позитивной аудитории цветочной. Ребят, в общем, начнем... Че там уже тянуть кота за хвост? Начнем с этой полочки. И начнем, скорее всего, с этой самой крайней орхидеи. Это орхидея Адориун. Тут у меня приготовлена, кстати, поливочная вода. Это мягкая вода. И вот я добавила фитоспорин. И смотрю на свой Адориун. Вот один цветонос я уже обрезала. Ой, Адориун, когда мы тебя будем куда-то пересаживать? Ты здесь прижился, в этом стакане, во мхе. И вот растет, цветет, благоухает. И не хочу его даже трогать. Сейчас немножечко взбрызну мох. Я его сверху поливаю. И все будет окей. Решила пролить орхидеи, чтобы не откладывали в долгий ящик. И заняться уже домашними делами. Уже знаете, как оделась, чтобы выходить. А потом думаю, нет, стоп. Иначе вечером желательно не поливать. Думаю, сейчас вернусь. Снимем с вами видео, а потом уже пойдем по домашним делам. Много не наливаю. Даже немножко слилось. Видите, система ниппель. Стоит вот в такой баночке. Корни есть отмирающие. Новых пока нет. Ну, они все вот в закугленном состоянии, потому что цветение. Хотя правильно, правильная ситуация, когда орхидея одновременно что-то растет и цветет. Слушайте, ну пахнет вообще обалденно. Но уже все, цветение заканчивается. Так, следующая вот эта красотка. Рядом с Адорио он всегда стоит. У нее странный запашок. Это, как она называется? Геул. Какая это геул? Я забыла. Я, кстати, недавно ее забыла полить. У нее запах такой, знаете, травянисто полынь. Вот как полынь пахнет, мне кажется. Ну, не совсем как полынь, но что-то вот такое травянистое из дикой природы. Не совсем приятное, не цветочное. Как ты называешься геул? Бэби геул как-то. Ой, девочки, забыла. Ай, кошмар. Я вот буквально на днях ее заливала. Там еще вода стоит. Тоже с фитоспорином. Потому что подошла у нее только эти два листика верхних были в тургере. А эти все тургер потеряли. Я прям испугалась. Вот у нее тут детеныш растет. Причем, смотрите, как этот детеныш растит корни перпендикулярно. И куда-то потом помещать его будет очень проблематично. Вот у детеныша корешки более или менее в активном росте. Ну, появится третий листочек или он уже появился. Не, пока нет вроде третьего листочка. Подрастут корешки и будем ее адаптировать к грунту. Так, здесь у нас толстянка капалась. Листик появился. Это так, знаете, иду и между делом тому толстянки накапала по делу. Тому для профилактики. Потому что все-таки у нее корневая как-то вот не очень. Возможно, ей посадка это не подходит. Но с самого начала она была куплена уценткой с плохими корнями. Бэби Голд она называется, по-моему. Или Голд Бэби. Да, помнишь о Бэби? Голд Бэби. Ну, вот у нее последние цветочки, недавно распустившиеся, они прям действительно Голд. Золотистые, золотые. А вот первые уже теряют свой Голд. Ну, она такая интересная мультифлорка, скорее всего. Видите, детковаться умеет. И она не занимает много места. Ну, вот ее-то поливать я не буду. Она тяжелая. Я ее оставляю, ребят. Потом буду все составлять на места. Но пока ее оставляю. Поливать не будем. Так, посмотрим, кто у нас здесь еще в соседях. Здесь у нас вот все хочу. Бабочка. Это красивая. Ой, вижу, сухая-сухая, девчонки, вообще. Сухая-сухая. Корни растит. Сейчас, подождите. Это прелестница черебу. Такая классная. Девочки так долго держат цветочки. Эти четыре бутончика, которые она нарастила. Это ее первое цветение. Ну, классное. Но все-таки я, наверное, потом разберу этот мох и посажу в кору. Потому что, вот видите, хочется запрятать вот эти корни, которые почему-то пошли все расти куда угодно. Поливаю я ее вот так, нижним поливом. Очень быстро поднимают водичку. Ой, не ковыркнись. Не ковыркнись. Держать надо. Сейчас ковыркнется. Что, не хватало? Свой красивый фейс испортишь, если упадешь. Очень красивая, такая яркая. Очень мне нравится. Сейчас быстро мох поднимет. Вижу, она уже хорошо просохла. Надо будет несколько раз ее вот так пролить. Так, боже, какая прелесть вообще. Все-таки очень красивая орхидея, очень. Мутация ей к лицу. Не каждая орхидея к лицу мутация. Так, здесь у меня моя любимка. Моя Шилечка. Шилечка вон набралась от Лимоши перьечков. Видите? Лимоши, везде твои перья. Так. Ну, я ее, по-моему, недавно поливала. Но она уже, смотрите, как она свой корень распластала. Вылез. И он и так вот такой плоский. Видите, у Шилериана, какие плоские корни, девчонки, посмотрите. Вот такое плоскостопие ее называют. Такие плоские-плоские, такие смешные. Но они везде, во все щели. О, там вижу, новый растет. И я смотрю, что она такая... Ну, и переливать нельзя. У нее такой подончик. Я наливаю в этот подончик полной водички. И она себя подтягивает. Где-то ей порция достаточно. Я так думаю. Ну, вот больше и не надо. Вот так налила. Поставила. Вот она сейчас подтянет. Тоже, конечно, надо будет пересаживать из мха в кору. Потому что тоже надо запрятать. Вот один корень пошел, видите, наверх. Обнял листочек. Новый листик растет. Вот этот лист вырос у меня. Ой. Надо поздувать лимошины все эти вот. Видите, какие от попугая следы на листьях. Зерно шелушит. И вот эти вот мелкие фракции летят во все стороны. И вот лист новый. То есть я уже, знаете, имею опыт по выращиванию и зацветанию шалерианы. Вот зацвела у меня. Процвела прекрасно. Это MSH. Да? Правильно говорю? Да. Шалериана MSH от орхидеи света. Классная. Классная. Мне очень нравится. Так, вот эта вот конструкция у меня стоит. Стоит и страшно в руки брать, потому что может этот персиковый вал ему и завалиться. Понимаете? Может завалиться, потому что... Так, девочки, сейчас я отключусь и поставлю, будем поливать. Я перенесла ее сюда. Вижу, знаете, вот что-то я с Вали прям вот пытаюсь подружиться, но одна вот у меня там в бутылочке стоит, но вторая вот вроде как корни растит. Она у меня вот так вот в стаканчике. Корневой рост есть. Так. Но вижу, начало желтеть вот эти нижние листики. И такая она, знаете, не совсем здоровая пришла. Я вот так наливаю водички. И попьет. Она как раз водичка непростая. Водичка с добавочкой, с нужной. И как раз думаю, что излечит свои недуги. Фитоспорин хоть чуть-чуть вот так вот достаточно. Даже мне кажется многовато. Но попьет. Все-таки большая веточка такая. Была раньше ярче. Сейчас не такая яркая. Два бутончика вот здесь и на ответвлении доращивает. Такая вот маленькая умница. Тоже будем пересаживаться. Отцветем. Будем пересаживаться. Ну как-то вот я с ней аккуратно. Потому что, ребята... Ну да, вот она решила нижние листья отжелтеть. Рост корней. И усиленно надо питание. Плюс цветение держать. Поэтому, видимо, она так и решила, распорядилась. А эту баночку я ставлю ей под цветонос. Ничего лучшего я не нашла. Потому что очень так вот удобно ей держать. Так на весу неудобно переворачиваться. А вот баночка очень хорошо держит. И ее цветоносик. Она красивая. Такой, знаете, средний такой величины беглипчик. Они, кстати, по величине вот с этим черепом, в принципе, по размеру одинаковые. Такие вот. Так, кто у нас там еще? Мой любимый цвет. Мой любимый размер. Красотка, да, девчонки? Красотка. Ну, это и решка Добкин. Что у нас тут происходит по Иран Добкин? Вижу, что корни некоторые. Вот видите, вот была перетяжка. За куклой был корень. Один, что ли, только она пробудила. Ну, где-то же я еще видела корни. А, вон еще один корешок растит она. Ну, она дама такая, прошенная. Здесь у нее на листике, девочки, какая-то желтизна появилась. Я протопсинила. Ничего вроде туда, это топсин на ней. Топсин. Вот это вот у нее как будто детка. Все я увеличиваю, присматриваюсь. Но детка листика пока третьего не дает. Видите, она вот так вот перпендикулярно. Она как пристволовая получается. Снизу откуда-то идет. В общем, не знаю. Так, что тут у нее? Она вроде как не совсем высохшая, но и не пересохшая. В общем, добавим ей немножко водички. Ой, мне тоже. Сейчас наберем. Добавим ей немножко водички. Она такая прелестница. Такая форма цветка у нее, кругленькая. Вот она расщедрилась в своем первом цветении. Мне 3, 4, 5, 6 на 7 цветочков. Красивая. Оранжевая такая. Сейчас много оранжевых сортов. Когда-то редко было встретить оранжевую орхидею. Но сейчас это не редкость. О, смотрите, как быстро выпила Шида. Быстро. Быстро ты выпила. Ну, стой здесь. Так, кто тут у нас еще? Сога Вивьен бабочка. Давайте мы ее рассмотрим. Вот они все, все у меня будут ждать пересадку. Всех надо пересаживать. У Вивьен посмотрите, какие корни. Посмотрите, что делается. Она прям вся в активном росте. Ну, вот что-то я не трогаю. Уже можно было бы взять и пересадить. Ну, как-то я что-то думаю, ладно, там место еще есть. Немножко мох распушила. Так что добавляем сюда водички. И Вивьен чуть-чуть нальем на дно стаканчика. Да, что у нас там получилось? Ну, совсем мало. Я так вдоль стаканчика наливаю. Ой, что я уже переборщу сейчас. Ух, сколько. Ну, ничего, вот все. Вот так вот она попьет. Такая няшная. Они вообще, смотрите, какие они интересные, девчонки. Да, классные. Сочетание цветов обалденные. И они такие маленькие, такие интересные. И самое интересное, что варигантный лист тоже классный. Вот этот листик у меня, мой домашний. Ну, он что-то так стал. Вот она когда зацвела, он перестал расти и все. И я очень была удивлена. Я как-то, знаете, когда покупала ее, заказывала. Видите, вон защипчики. Бабочка. Я не обратила внимания, что там было написано, что это плорик. Я вообще не обратила внимания. Когда она раскрыла свои цветочки, я думаю, какой-то интересная у нее форма какая-то интересная. Я присмотрелась, и там бабочки маленькие. Ну, было вдвойне приятно. Так, что все. Ириночка пьет. Ириночка пьет. Здесь что, выпили? Мало? Ммм. Здесь, мне кажется, мало. Здесь столько мха. Столько соломы. Здесь надо побольше воды. Парочку таких блюдцев. Давай, пей, красотка. Вот такие вот они бабочки. Уже девочки говорят, что все, поснижали цену азиаты на мутантиков, что это уже становится непопулярным. Но у них, по-моему, вообще это не было популярным. Это у нас сумасшествие. Так, отцвел мой лиолин. Оранж. Боже, Лимоша, сейчас бы заставлю тебя здесь убирать. Отцвел. Лиолин. Какой-то этот лиолин вообще... Он прикольный, все. Он мне вместо Сога... Ой, вместо Лоуренса, Сога Лоуренса приехал. Вот, наконец-то корень показал. Но он какой-то, вы знаете, девочки, я не знаю, сейчас я его так покупаю полностью. Чумазый. Он какой-то мелкосниловый такой. Кустик что-то плохо развивается. Сейчас мы его по фитоспоринам. И как-то вот он... Ну, вот это у него было второе цветение. Вот он осушивает цветонос на три цветочка. Первое было вообще на два. То есть, каждое цветение прибавляет по одному цветочку. Ну, и то хорошо. Помою его. Он такой миниатюрный, что можно его помыть. Надеюсь, что это ему не повредит. И уже вода заканчивается. А такое нет. Уже придется фильтрованное поливать. Думала, что всем хватит. Ну, не всем хватило. Вы пивохи вы мои. Вы пивохи. Я такой вот... Ай, какая красота. Ну, ты напилась, я думаю, да? Все нормально. Так. Кого следующего возьмем? Ну, вот эту можно не поливать. Пока еще. Это моя... Виталина. Она у меня такой ростовой растила, девчонки. И вот здесь еще один ростик растит. Как говорится, камыши. Камыши. Но там вот как бы вот в середине что-то появилось. Ну, оно вот так и стоит. Возможно, это цветонос или что. Понятно. Я с этой орхидеей не знакома. Мне надо еще пролить немножко. Машина уже просохла. Надо пролить. Так что... Чуть-чуть я ей дам вот так. На бульбы попадать не буду. Но не буду жадничать. А бульбочки такие интересные, да? Она такой маленькой деленочкой приехала. И получается, вот эта бульба выросла у меня. Такая. Матая такая, надутая. И в другую сторону начала расти. Еще одна как точка роста появилась. Я думаю, ей хватит. Она вообще такая небольшая. Но хотелось бы, конечно, чтобы зацвела. Энциклия Виталина цветет такими красненькими цветочками. Но они не ароматные. Так. И еще одна моя экзотика. Энциклия. Первая экзотика. Это вторая. Девочки, но более-менее ей получше. Посадила ее в такой стакан. Там на дне пеностекло керамзит. Потом коковолокно. Потом мелкая кара с перемешкой с омхом. Это сидорея джапоника. Вот она наконец-то. Я ей поштукатурила шею. Она же помните, какая пришла? Если кто помнит. Сейчас я немножко ее... Это следы от обработки. Не помню, чем. Не то тапсином, не то соком толстянки. Все хватит. И она после Максима корешки начала расти. И шея. Я говорю, и лист появился. Ну, лист появился еще, по-моему, до появления корней и до штукатурки Максима. То есть, Максим вот дал толчок на появление корня. Но вот этот вот, который справа, он был, но закупленный. Видите, продолжит свой рост. Надеюсь, еще там что-нибудь вылезет. Но она такая небольшая. Ее... О, что я воды налила. Ее обычно садят на такую моховую почку. А я ее в стакан посадила. Ну, ничего страшного. У нас авторские посадки. Так, вот этот велотень. Ой, господи. Девочки все уже его видели. Это мой Black Piano. Обняться и плакать. Так, все. Некуда даже встать. Сейчас будем убирать. Такой вот красавчик. Сейчас давайте поубираю на стул. Я тут еще на столе. Гаджеты кругом. Все звонят. Так. Давайте Добкину берем. Так, ну я надеюсь, тебе хватит водички, да? Надеюсь, хватит. Не хочу много давать. Она так вроде не сильно пересохшая. Красавица. Так, а ты что? О, видите, он вторую плошку выпил. Ну, вот какой ты, менеджера. Не знаю, девочки. Может, буду еще добавлять. Посмотрю. Так, Виталина. Виталина идет сюда. Так, становись. Вот такой вот красавец. Плотный, красивый. Так, тебе хватит? Наверное, на тебе вода и закончится, красавчик. Эх. Увы-ях. Сейчас я его полью. Вообще, про Блэк Пиано ходит история, что он там и шею может загноить. Я его так сначала оберегала. Теперь он взяла, плюхнула водой. А он мне вот так вот отблагодарил. Крупным своим размером. Видите, девочки? На всю ладонь. Я сильно приблизила. Вот, на всю ладонь. У меня ладонь, в принципе, небольшая, но он большой, сантиметров. По-моему, 11 я мерила. Так, ну, будет у него там внизу водичка. Я его пересадила прям с бутонами. Когда, по-моему, он уже открыл бутон, я говорю, ах, так, ты своенравный. Девочки там писали, что вот у него корни тут нормальные. Девочки писали, что он может и в третий раз процвести по сорту. Кто в такое верит? Что-то мне не сильно верится в такое, что он может по сорту процвести в третий раз. С какого бы он... Это если он, например, сначала там смутировал, а потом одна мутация, там пилор, потом бабочка, потом полубабочка, если он так, ну, как растение играется. А если он уже стандарт, я не думаю, что он будет мутировать. Девочки, темно. Вроде окна открыты и темно сегодня. Вот такой вот крупноцвет. Ну, крупноцветы тоже должны быть. Может, он будет давать каскады обалденных цветов. Так, все, я сейчас сделаю водичку, потому что мне не хватило вот единственной орхидеи полить вот эту красоту. Это моя вот эта бабочка. Я же ее посадила в такой, я вам показывала, блатной горшок. Она очень такая какая-то девочки правильно мне написали, что с капризами. Вот она приехала какая-то такая вот. Вот видите, вот у нее корень только появился. Это Чиолин Крейнбоу, по-моему. Да. Чиолин Крейнбоу ту ес. Ну, она, конечно, я ее тоже прям с цветоносом. Вот, девочки, вот когда не боишься, то не боишься. Вот, смотри, пожалуйста, как надо цвести. Как написано на бирочке. Вот она такая вот. Надо цвести, как на бирочке написано. Хотя, смотри, у меня тут что? Не вижу. Должна же быть подсветка на телефоне. Ну, что-то ничего. Не хочет подсвечивать. Странно. Девочки, попыталась включить эту подсветку, но не хочет. Она считает, что достаточно. Что вы и так увидите эту красоту. Да? Класс. Вот, кстати, бутончик доращивает. Я уж переживала, думаю, что там, как там будет с тобой после пересадки. Ну, ничего. Я когда увидела новый корень после пересадки, думаю, о, молодец. Мне все так плохо. А надо эту деревяшку отсюда убрать. Что это за деревяшка? В общем, это у нее, девочки, куркума на шее. Баловались мы. Ну, в таком горшке пока я не знаю. Не вижу я ничего плохого, не вижу ничего хорошего. Корней пока нет по периферии, или их просто не видно. Ну, в общем, такая красопеда. Вот такая красота. Как же себя показать? Вот, а так надо, давайте. Красуночка, да, девочки? Неончик. И на губке, и вокруг колонки. Красивая, да. Красивая. А корней? А корней? Я пока ниже. Я проливаю, чтобы вода вот здесь болтыхала, снизу. Вот она там уже почти и испарилась. Но вижу, керамзит мокрый. То бишь, ей сейчас, если поливать ее, то не надо сильно переусердствовать. Можно чуть-чуть ей дать водички. Она мне очень нравится. И она мне нравится. И вот эта красота мне нравится. Тоже красивее. Вот этот мне вообще сразил просто наповал. Чемпион лайтинг. Не знаю. Выйдем. Дресс я вам показывала. Шайничку. В общем, всех вам уже показывал. Всех-всех. Вот это мне тоже нравится. Красивая. Джойс Поттеда. И вот это мне нравится. Змеючка. Рейнбоу. Ну и здесь немножко. И там чуть-чуть. Ты где? Привет! Привет! Ой, сутично недовольны. В общем, девочки, сейчас полью и эту еще. И говорю вам... Сейчас я только водички ей разведу отдельно. Не хватило. Говорю вам спасибо, что вы были со мной. Участвовали в моем поливе. Знаю, что вы тоже там дома. Все в делах, в пересадках, в поливах. В общем, у нас забот всегда хватает с нашими орхидеями. И все мы покупаем, покупаем. Еще нам надо, и то нам надо, и это надо нам. В общем, помогите! Как бы нам остановиться? Помогите! Ой, как они дружат, дружат. Надо их рядом. Они, по-моему, даже рядом и стоят. Будет аккуратный, компактный кустик, я надеюсь. И представляете, если вот такой компактный, классный кустик будет весь в большом количестве бабочек. Таких маленьких. Красота! А я вам показывала вот эту свою красоту, да? Здесь у меня висит возле часов. Я из зала принесла ее. Красавица! Муж закомандовал. О, девочки, я же вам забыла показать. Мы же с вами, когда разбирали самую первую полку, мы с вами разговаривали по поводу, вот я вам показывала Соне вот эти пять штук. Я вам пообещала, что я вам покажу, как один из пяти у меня зацвел. Я написала девочкам на фейсбук, сфотографировала, и говорю, девочки, кто это? Помогите опознать. И, в общем, девчонки написали, что это какой-то Black Prince с Триллипс. Видите, какой? Ну, у меня у супруга был вообще обморок. Он, когда это чудо-юдо увидел, он мне говорит, это кто? Это шо с ней? Она шо, заболела? Шо случилось? Помогите! Что это ты такое купила? Тебе что, не повезло? Это ж, получается, было пять орхидеев Соне. Я, кстати, ее уже пересадила. Это был номер номер два. 13 декабря они пришли. И вот она, вместо того, чтобы растить листики, как остальные, она выдала цветонос. Я, конечно, вроде с одной стороны была рада, потому что любопытство, от любопытства сгораешь. Хочется, что знать, кто там у тебя, кто там у тебя. Девочки, не ароматные, плотные, мелкостня. Мелкостня, вот, видите, такая вот. Я думаю, что там мультифлора какая-то. Но девчонки сразу тоже начали в Фейсбуке свои фотографии показывать, своих. И когда я только сфотографировала, она немножко была, ну, только раскрывалась, было непонятно. Потом она уже так стала понятно, что это что-то непонятное. И говорит, это какой-то Black Prince. не знаю, как этот Black Prince вообще выглядит в жизни стандартом, надо посмотреть. Но я поискала, да, именно пилор, вот такой вот. многие понакупляли вот этих сюрпризов, и не у всех есть еще, ну, вроде как у всех первым этот Black Prince начал распускать свои цветоносики. остальные все молчат. как вам, напишите. Вам нравится вот такое чудо-юдо, девочки? Я к окну подхожу. Вам такое чудо-юдо нравится? В дневном освещении вам показывали. Вот такая вот. Кракозяблик такой. Ну, у меня какие-то смешанные чувства, я понять не могу до конца. Это называется Ну, Хай Буде. Пусть будет. Не пересидит место. Просто, может, когда его будет много, он будет интересный, а вдруг он потом какой-то выкинет какой-то вариант другой цветения. Будет очень интересно. Понимаете, девочки? Вам же главное вот само наблюдение, любование. Да, прикольно. Но реакция мужа была просто... Девочки, это было шо-то. Кто это? Шо это? Шо с ним? Это шо? Ой, капец. А представляете, сказать, что я за него отдала 200 долларов. Я шучу, конечно, я не отдавала за него 200 долларов. Ну, да, есть же такие там какие-то редкие сорта, которые больше, чем 200 долларов стоят. Ай, всем мирного неба. Пока-пока. Пока-пока.